Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анна Москаленко и начнем этот выпуск. Губернатор Виктор Томенко посетил в Рубцовске около десятка социальных объектов. Рабочая поездка главы региона приурочена к предстоящему Дню города. В этом году Рубцовску исполнится 130 лет. О планах развития города расскажет моя коллега Дарья Кончина. Рубцовчане уже скоро отметят 130-летие своего города. Но город живет не только праздниками. Как себя чувствует социальная сфера, образование и транспорт, культура и спорт? Как решаются задачи благоустройства общественных территорий? На это обратил внимание губернатор, посетив в итоге около 10 социально значимых объектов Рубцовска. Надо и вопросам развития города, его социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры уделить здесь определенное внимание. Поэтому сегодня побывали на многих объектах, посмотрели, насколько результативно и эффективно расходовались средства, которые были предоставлены в рамках национальных проектов, государственных программ Алтайского края, поддержка из краевого бюджета, собственные ресурсы, как были, насколько эффективно реализованы. Глава региона побывал в парке имени Кирова. За пять лет место отдыха горожан преобразилось. Появились спортивные и детские площадки, заасфальтировали пешеходные дорожки и высадили деревья. В парке «Патриот» по программе «Комфортная городская среда» завершают строительные работы. Здесь не только благоустроят зону для отдыха, но и привезут военную технику. Экспонаты привлекут внимание горожан и станут площадкой для проведения патриотических праздников. К народу очень много приходит. Ну и для старшеклассников, выпускников, старших классов общеобразовательных школ города у нас к 9 мая, к Дню Победы, проводится военно-патриотическая эстафета. То есть место уже такое обозначено, что это центр военно-патриотического воспитания. Также Виктор Томенко посетил троллейбусное предприятие. За три года здесь значительно обновили парк техники. Три троллейбуса предприятие закупило самостоятельно. Пять приобрели по поручению губернатора. Они поступят в Рубцовск этой зимой. Краевые власти планируют и дальше модернизировать систему городского транспорта. Сегодня Виктором Петровичем принято решение на сэкономленные средства в результате конкурентных процедур, проще говоря, торгов, приобрести еще два троллейбуса для города Рубцовска. Таким образом, за последние 3-4 года в городе возникнет 10 новых троллейбусов. Это практически 15-20% обновления парка. Глава региона обсудил с руководством города, какие еще социально значимые объекты нуждаются в обновлении. Среди них дворец культуры «Тракторостроитель», где необходимо провести капитальный ремонт. И общеобразовательная школа номер 15, которая нуждается в спортивном зале. Пока уроки физкультуры проводят в приспособленном помещении. Все вопросы являются достаточно емкими по финансам, ну и по сложности их выполнения. В частности, вопросы, скажем, модернизации, какой-то реконструкции отдельных объектов, таких как ДК «Тракторостроитель». Поддержка здесь учреждений образования тоже потребует серьезных инвестиций. Поэтому сегодня все материалы городом готовятся и будут установлены порядком рассмотрены в краевых ведомствах при подготовке краевой адресной инвестиционной программы. Может быть, удастся включиться в какие-то федеральные инициативы. Завершилась рабочая поездка губернатора личным приемом. Виктор Томенко вместе с главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом пообщались с жителями города. Горожане попросили главу региона поддержать футбольную команду «Торпедо» и поделились экологическими проблемами, связанными с деятельностью двух асфальтобетонных заводов. Дарья Коншина, Сергей Балуев. Новости. Новый спортивный зал открылся в Санниковской средней общеобразовательной школе. Раньше ребята занимались в спортзале с потемневшими стенами и изношенным полом. Благодаря нацпроекту образования в этом году там заменили напольное покрытие и двери, покрасили стены и потолок, обновили освещение, а также сделали ремонт в детских раздевалках и помещениях для инвентаря. Обновление зала стало настоящим праздником для жителей села. На торжественном открытии собрались ученики школы, родители, педагоги, директор, а также глава Первомайского района. А я продолжу. Жительница Бийска победила в седьмом всемирном конкурсе «Леди Евразия-2022». Как сообщили на странице проекта в социальных сетях, Жанна Чуликова получила титул «Достояние континента». В турнире, проходившем в Горном Алтае, участвовали замужние женщины и матери из 12 регионов России возрастом от 23 до 45 лет. У Жанны Чуликовой это не первая победа. Весной она выиграла в конкурсе «Достояние Сибири-2022». У победительницы трое детей и два высших образования. Женщина работает бухгалтером, а также занимается благотворительностью. На этом у меня все. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok